Ух, ребят, переделанная карта мосты. В первый раз заценил, что же это такое. Вот же, блин, мазик пролил. Серёж, чё ты там про карту мосты говорил? А, карта? Нормальная карта. Вы слышали когда-нибудь о такой игре, как Black Desert? По словам разработчиков, мир Black Desert примерно в два раза больше, чем мир World of Warcraft. В игре реализована полноценная смена времени суток, а также система динамической погоды. Не привязана к определенной локации, циклоны перемещаются по карте. В каждом регионе уникальные погодные условия, такие как шторм, снег, дождь и тайфун и так далее. А приблизительное количество игроков на сервере — 17 тысяч. В игре отсутствует максимальный уровень персонажа. Также имеется уникальный генератор персонажа, обладающий возможностью тонкой настройкой каждого элемента тела. Нам как раз такой функции не хватает. Если тебя заинтересовала эта игра, скачать ты её сможешь по ссылке в описании. В этом видео, друзья, я разыграю между вами два радона Атлас навсегда и одни самые быстрые и лучшие ботинки в игре. Чтобы их получить, вам всего лишь нужно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, оформить подписку на мой второй канал, ссылку ты найдёшь в описании и написать комментарий. Все итоги ты сможешь найти в группе ВКонтакте. Приятного просмотра! Привет, дорогие друзья, с вами Серёга и рад вам похвастаться, что я теперь стал обладателем всех скинов Фортуна. Да, Атлас Войны уже закрыли и хрен пойми, когда они ещё появятся, потому что всё, никак люди не смогут их дальше получать. И то, что у нас в торговой площадке осталось, это, в принципе, и осталось. Естественно, ни одного скина из них я не выбил, все мне пришлось купить. Естественно, в файлах игры есть какие-то коробки удачи Фортуна, надеюсь, их не добавят, потому что покупал я их за охрененную цену! Да, более 10 тысяч кредитов за штуку, за эти вот скины Фортуны я отдавал. И надеюсь, что мейлы никогда не догадаются, как-нибудь взять и добавить вот коробки удачи. Хотя в файлах игры, опять же, они есть и от них стоит этого ожидать. Ну ладно, друзья, сейчас у нас тема идёт вообще не об этом, потому что все вы знаете, что скоро всеми любимы или не всеми любимы. В любом случае, каждый из вас играл Карту Мосты в режиме Подрыв и, соответственно, её сейчас зачем-то меняют самим дизайном. А поначалу я подумал, что админы просто решили пофиксить камни, потому что эта карта, она очень меня сильно в последнее время бесит. Тем, что на ней невозможно вообще двигаться с кнопкой Shift. Тебя постоянно откидывает, хочешь забраться на какое-то препятствие, а камни тебе постоянно телепортируют. Не знаю, как OpenCaper там прыгают по этим камням, постоянно тайминги ловят. Да нихрена, я как не пытаюсь, меня постоянно то с этих камней выкинет, то я просто телепортируюсь. И у меня нереально горит от этого жопа. И поначалу была инфа, что они Карту Мосты решили именно поэтому пофиксить, то есть убрать, переставить некоторые камни. Вот помните, да, была карта Д-17, вот есть карта Переолки, то есть их тоже вот так вот немножко редизировали, то есть раньше они были другими, и им немного поменяли проходы. Вопрос, нахрена вам делать больше нечего? Карта Ангар была хорошей, переделали, стала тоже хорошей. Но вопрос, нахера вам больше делать нечего? Я могу прямо сейчас взять и назвать кучу проблем в этой игры, которые до сих пор не пофиксили, и как будто их вообще вот не хотят решать. И когда я иногда спрашиваю про некоторые проблемы, да админы, блин, даже не знали, что у них есть такие проблемы. На самом деле, разве карта Ангар была проблематичной? Да, говно вопрос, она сейчас хорошая, но она и была хорошая. Переолки были хорошие, сейчас тоже хорошие, Д-17 было хорошее, сейчас тоже... Зачем тратить время на то, что вообще никаким образом на геймплей не влияет? А почему я про это начал говорить? Потому что Хаймзон проговорился на фестиваль, ну как проговорился. Он сказал это, что вот, все старые карты, которые мы делали на старом движке, они будут исправлять и делать на новом движке более красивыми. Нахера? Я не понимаю, им кто-то жаловался по поводу этого? То есть реально в игре есть проблемы, телепорты, блядь, откидывают просто постоянно в этой игре. Мне сервера они поставили, но настроить они их не могут. Хоть я играю в свое время, ставлю свой хабаровский сервер, меня раз в 15 раз кидает реально на мой сервер. Реально там очень много проблем с их серверами, с их оптимизацией, вот эти постоянные телепорты в этой игре. И почему-то вот они решают, вот они реально думают, что это игрокам не нужно. Им нужна вот карта немножко покрасивее сделать. То есть разве карта мосты некрасива? Я думал реально всем сердцем, что они решили пофиксить камни. То есть чтобы перестало откидывать постоянно с этих камней на этой карте. Но нет, они именно решили ее переделать полностью. То есть ее полностью переделали, она стала вообще другая. Вот вообще другая. И опять же вопрос, да нахера это нужно? Я как бы да, я за всю эту движуху. Но зачем нужно тратить на это в принципе время? То есть ладно бы они остановились вот на карте мосты. Да нет, они же собираются все карты так переделать. То есть скорее всего переулки они тоже считаются старыми. Их тоже переделают полностью. То есть обновят все стеночки. То есть ну все ходы останутся как и были. Но сами текстурки заменятся просто на абсолютно другими. И опять вопрос, да нахрена это нужно? Ну кому не нравятся те, что в принципе сейчас? А вот какие карты сейчас реально кому-то не нравятся? Они вроде по графически все нормально выглядят. Максимум что нужно там сделать? Передвинуть согласен несколько объектов. Потому что на некоторые объекты ты запрыгиваешь. И тебя нахер оттуда откидывают. Как вот например на карте мосты. Хрен его знает пофиксили они на новой версии карты это или нет. Но надеюсь все же пофиксили. И зачем они собираются делать это со всеми картами? Вот они говорят, что режим уничтожения говно. Они его уберут из игры. Но блин они лучше бы вот эти силы потратили на то, чтобы переделать режим уничтожения. Написать на него новую карту. Переделать старую карту под режим уничтожения. Но никак не переделывать и так карты, которые нравятся людям под зачем-то новой. Вообще ни хрена ничего не меняется. Ну зачем-то это как бы это обнова. И зачем это надо? Реально есть много проблем. Но зачем-то они уделяют много времени. И будут уделять много времени тем, что будут перерисовывать старые карты. Вот я боюсь представить, как будет выглядеть новая D17. Боюсь представить, как будут выглядеть переулки, фабрика. Я привык к этим картам. Они душевные, атмосферные, красивые. Честно говоря, я смотрю сейчас на карту мосты, которые сейчас есть. Которую они сделали, новую версию. Лично мое мнение. Она мне не нравится. Мне старые мосты нравились больше. Они были вот такие именно ностальгические. Вот я реально, какая-то душевная атмосфера на них была. Но сделали как-то, мне честно говоря, не особо понравилось. Не знаю, естественно, в любом случае, кому-то это в любом случае будет нравиться. И скорее всего, многим зайдет. Но мне вообще никак не понравилось. И вот сейчас чувство того, что они сейчас будут все карты, которые они делали на старом движке, переделать под новые. Нахрена? Кто вас об этом просит? Ну зачем? Они, как я всегда говорю, никто никого не слушает игроков. Найдите мне хоть одного человека, кто реально хотел, чтобы вот старую карту, например, ангар, душевную, хорошую. Да всем она нравится. Переделали. Поставили новый контейнер и чуть покрасивее. Да зачем? Я не знаю, сейчас многие уверенно хотят, чтобы вернули старый ангар, чтобы они на нем поиграли. Какая же ностальгия будет? Какая будет ностальгия? И сколько времени они на все это дело потратили, могли бы потратить на реально годные вещи. Пофиксить эти телепорты, убрать реально предметы, которые мешают тебе бегать. То есть постоянно я бегаю по картам, и меня откуда-то откидывает. И маленький вопрос. Почему? Почему меня твою мать откидывает? Почему урона нет? Почему дальневосточные сервера работают капец как хреново? То есть объясню, в чем моя, опять же, претензия. Я подключаюсь к новосибирскому серверу. Почти абсолютно всегда меня кидает с двумя палками пинга. У меня есть пять палок пинга в Хабаровске. Выбираю этот сервер. Не важно, какое время суток. Вот даже время, когда вот час пика играют все хабаровчане, все дальневосточники. Все равно меня кидает через крас с красным пингом, и самое что интересно, за меня тоже где-то четыре красного пингера, и против тоже где-то три красного пингера. И вопрос, поиск нашелся где-то за секунд двадцать. Почему поиск не может идти минуту? Я никуда не спешу. Я больше дорожу своими нервами. Я готов подождать, потому что ладно бы у меня у одного был красный пинг, но когда красный пинг почти у всех, и все между тем, чтобы играть, горят в час, чтобы какого хрена, чуваки, что за херня, почему не наш сервер с нами выбрался? Почему поиск идет 20 секунд, и выбрался вообще абсолютно другой сервер? То есть они не хотят никаким образом это все дело настраивать, и много чего можно, естественно, потратить. И режим уничтожения. Бонусный магазин обновить, который все так долго хотят. Новую спецоперацию сделать. Они, кстати, ее сейчас до сих пор делают, но почему-то долго они ее, скорее всего, будут делать, потому что анонсировали. Они ее уже анонсировали, но почему-то добавить в игру они ее хотят только в декабре. Опять же, непонятно. То есть, а что ж они не делают? Вот анонсировали какую-то миссию. Жди, в следующем году, сука, будет эта миссия. Жди, просто жди ее. Опять же, я этого не понимаю. Я не говорю, что это плохо, что они это делают. Warface очень хорошая игра в том плане, что обновы происходят каждый месяц. Я готов выразить реально благодарность, что они не забивают настолько, нехер, там забивают столько денег-то идет. То есть, что они что-то каждый месяц пытаются обновлять. Но можно либо еще один офис нанять, либо заниматься в первую очередь тем, от чего у всех горит. Потому что администрация не играет в эту игру. Если они играют в эту игру, они играют неправильно. Не так, как игроки играют. То есть, у меня весь донат, у меня все абсолютно есть. Хороший компьютер, но почему-то, опять же, я недоволен этой игрой. И я вижу в ней очень много проблем, с которыми я хочу вам поделиться. И это хорошо, что вы хотите перерисовать старые карты. Но нахера, когда в игре и так дохера, чего можно делать и куда вкладывать ваши силы. В общем, друзья, я жду от вас поддержки лайком. Скоро, скорее всего, стартанет новый DLC, типа Зимняя Охота и типа Атласа Войны. Потому что только вспомните, сколько времени прошло с Зимней Охоты. Там что-ли через месяц или через несколько недель уже запустили новый ивент. Типа Атласа Войны Зимний Охот. То есть, скорее всего, скоро нам запустят такой новый ивент. И будет все замечательно. Но, надеюсь, они будут вкладывать свои силы и время в то, что игрокам реально нужно. То, что игрокам реально не нравится. А не трогать какие-то карты, которым, в принципе, никому не мешают. Они и так всем нравятся. Спасибо, друзья, огромное за просмотр. Поддерживайте видео лайком. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Обязательно загляните. А с вами был Серега. Благодарю за просмотр. Всем удачи. И всем пока.